Сейчас к нам присоединяется Дмитрий Гордон, журналист из Киева. Дмитрий, приветствую вас. Катя, здравствуйте. Рада вас видеть. Хочется сказать взаимно, добрый вечер, но он совершенно не добрый, как и последние несколько дней, к сожалению. Да. Смотрите, Зеленский сейчас только что говорил о переговорах, которые начинаются, и сказал, что, в общем-то, не рассчитывает на успех, но нужно попробовать. Вот примерно так выразился глава государства. Что вы думаете, Дмитрий, по поводу вот этих попыток, скажем так? Попытки правильные, но я тоже не рассчитываю на успех. Я считаю, что Россия будет говорить языком ультиматумов, другого языка она не знает, а на ультиматумы украинский народ уже не пойдет. Украинцы показали беспримерное сопротивление врагу. Беспримерное, героические ребята встали на защиту своей родины. Огромное количество простых людей, высшие, занимаются сегодня несением службы в терробороне. Пожилые люди, молодые люди объединяются и идут на танки с голыми руками, останавливают танки, заворачивают колонны российской бронетехники. У нас сегодня лежат в полях и в моргах 4000 с лишним трупов русских мальчиков, которых эти сволочи прислали к нам заплатывать нашу страну. Дмитрий, мы не знаем, смотрите, мы не можем подтвердить эти цифры. Российская страна их не подтверждает. Я должна говорить, я должна говорить. Российская страна вообще о потерях не говорит. Ребят, взяты в плен, они находятся здесь, все видео сняты. Это все зафиксировано для ГААГи, как преступление русского фашизма. Только так я могу назвать то, что происходит сегодня в Украине. Я бы просила только не распространять на всех русских и на всю Россию, Дмитрий, по возможности. Я не распространяю ни в коем случае на всю Россию. Катя, минутку. Я с большой любовью отношусь к России, к россиянам. Я ненавижу ваше государство, я ненавижу вашу армию, которая сеет смерть у меня дома. Это страшное преступление. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к российским солдатам. Вас посылают сюда, как пушечное мясо. Горят массово БТРы, танки. Вас сжигают заживо. Весь народ встал. Я хочу сказать российской армии. Пиздуйте нахуй отсюда, ебаные пидорасы. Так, к сожалению, Дмитрий, мы не можем позволить мат в эфире. Это правда, совершенно недопустимо. Нам придется, в общем, как-то это вырезать. Хорошо. Ну, просто это недопустимо по закону. Там Дмитрий продолжает что-то говорить. Можно я задам вопрос заключительный? Дмитрий, я вас прошу, просто потому что по закону нам нельзя транслировать мат в эфире. Хочу спросить вас о ситуации в Киеве. Расскажите о ситуации в Киеве и других городах. Что известно на этот момент? В Киеве сейчас относительное затишье. Бомбят аэропорт в Житомире. В Киеве это хорошо слышно. Запустили Искандер с территории Белоруссии, из Мозыря. Происходят диверсии, взрывы в разных городах. Разбомбили в Гастомеле. Украшение вообще человеческой, технической вообще мысли. Самолет Мрия. Самый крупный грузовой самолет в мире. Сволочи, подонки. Все, Дмитрий, спасибо. Очень я хорошо понимаю, что сейчас нервная обстановка. Нервная, ты мягко выражаясь, драматичная. В Украине Дмитрий Гордон, журналист к нам, присоединялся из Украины.